так запись пошла вторая часть фильма под названием поздние прививки сразу скажу это было проверено на проснувшихся абрикосах да еще за столом не пошли это был удар не по моему самолюбию а по моему оптимизму поэтому если вы посмотрите полсотни абрикосов прививок ладно абрикосы цветут вы видите что они уже привели и некоторые уже даже пошли в рост ну с грушами поздний прививки никогда не делал все делал вовремя ну давайте корни отлично ярко выражено центрального нет ну что делаешь так начали прививку вот это вот явно выражено он куда смотрит этот самый надеюсь куда надо здесь куда надо а может так может вот так нет наверно не видно ничего так что же нам делать что же нам делать берем ведро ставим вверх и вот так мне кажется что теперь он будет смотреть лучше вот давайте попробуем и так здесь четко видно корневую шейку вот она прям сто сто шести миллиметра прививаю мне в корневую шейку но почти на грани значит мы делаем одним движением срез вот он вот сразу макаем воду на расстоянии 1 3 пусть я 10 раз повторяю а вдруг новички на расстояние 1 3 вот так делаю срез такой вот он стоит мокренький теперь я подбираю под него под него под него такого же размера плевой смотрите он уже проснулся но еще раз говорю мы проводим эксперимент здесь написано номер 10 сейчас посмотрим итак делаем такой же очень твердый древесина вот смотрим мне явно видно что здесь размеры не соответствует я таких случаях особо не стараюсь дороги нет и я просто макаю воду даже сразу делаю этот самый видно меня не видно а может видно может быть надо вот сюда показать и он ждет своего часа когда из этих подойдет ближе смотрим это я опытный взгляд но я от усталости вот вот теперь я вижу точно есть соответствует это была моя промашка я не стесняюсь ошибаться ошибки это тоже учеба смотрим видно нет абсолютно одинаково макнули если рассмотреть ничего не помешает такой же косой срез в ней так расщеп на косом срезе теперь отмеряем ровно две почки что интересно эти две почки вот эти две нижние еще спят и и вообще мне с этим сереньком повезло проснулась только одна вот эта верхняя но во первых это говорит о том что не беда только проснулась смотрю что живой живой и так нижние две отрезаем вот еще раз макнем и теперь мы вставляем одно в одно да вытащи разумеете и вот теперь сложили и что мы видели не дотянул что мы делаем уже теперь дотянул следующая обмотка полихлор виниловая пленка это чудо это сказка вот обычно одной хватает вот такой длины но я всегда страхуюсь и второе иногда долго приходится отковыривать кончик вот он вот он вот он и поехали обмотка идет снизу и смотрите как я мотаю я мотаю так чтобы она ширина была то есть она начинает закручиваться при обмотке я немножко например смотрите 1 2 а теперь видите закрутила я обратно 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 может вы меня поняли может нет но когда сами начнете прививать у вас начнет или получаться или нет и вот смотрите я все таки умудрился плотненько сделать но мне теперь замочек то есть этот узелок сделать не получилось поэтому я жертву черной пленкой вот еще сильнее сильней один из принципов именно прививки как я считаю должно быть что как можно сильнее знаете как бывает чуть-чуть где-то огрехи какие-то может быть щелочка где-то останется примотался все силы смотришь она все таки дерево древесина пластичная вот теперь что берем теперь вот это вот садовый вар вот это уже не вар бугаркова так по крышке называют слово бугарков исчезло а коробочки вроде те же вот так теперь замазали торец больше ничего не замазываем еще не все все мы теперь должны повесить как ее называют эту самую билочку для этого мы должны узнать что ц это к так а для этого что нам надо сделать сейчас я скажу мы узнаем какой это номер вот какой это номер а вот он и номер правильно или шесть или девять шесть или девять ёлки давайте тогда поищем другой шесть или девять надо же включить ошибку ну иди у моего восемь во шестерку нашел или девять смеяться будете да шесть или девять ну давайте теперь смотреть на эту ну вот так бывает вот смотрим номер шесть это значит получается китайская номер пять а девять китайская номер тринадцать а я хитро сделаю вот я беру сейчас такую вот которую должен присобачить вот видите пиво не пью но как бить собираю бутылки разрезаю вот так и теперь мне нужен теперь мне нужно теперь мне нужно чем ее нацарапать вот так вот такая же ладно раз у меня нет под рукой обычно я это делаю шарикорочкой но я могу и ножницами тогда я пишу шесть на будущее тире девять вот я ставлю так это теперь вот она очень легко прилипает вот так вот надо делать теперь вот это сюда теперь сюда и ни разу не было чтоб она отскочила и последний момент ну какой же я дело в том что мне надо было заранее приготовить показать вам что вот здесь стоит таз с водой и я должен опустить воду и чем раньше тем лучше давайте сейчас сделаем так в принципе я вам все показал да наверное все что я хотел сегодня показать я показал вот саму идею вы поняли значит у меня уже на том участке стоя на коленях сделал две прививки бураковская самая считается ценная якобы якобы уже точно якобы красно-мясо я заметьте не красное а красно-мясо мясо внутри красное вот потом я сделал еще несколько скелетных прививок третьим этажом вот а теперь добиваю вот эти вот и наверное самая главная идея в чем заключается поживем увидим какая будет приживаемость мне надо перед человеком очень ответственным и очень я бы сказал любознательным несу ответственность вот до начала прислал это мне это чудо плюс абрикос прислал мне и говорит а вы приведите а у вас получится а тогда поделитесь со мной неплохой вариант неплохой все друзья я заканчиваю эту дневную речь сейчас пошел брать тазик и класть уже несколько часов вымочу а потом уже высажу садить буду густо ну а лучшие из лучших просто которые помощнее будут останутся навсегда все равно же я не знаю что там за это шесть из них выросли и название ничего не говорят и номера ничего не говорят да еще шесть на девять ладно еще о негдоте рассказать или хватит все я выключаюсь спасибо я